всем привет и с вами снова павел николаев и я рад вас приветствовать на нашем светлом блоге sargas или канале как вам будет угодно и сегодня особенный день я долго к нему готовился у меня было много попыток но не прямо много-много но несколько заходов и каждый раз мне нужно было какое-то вдохновение потому что я хочу рассказать об особенном бренде который реально греет душу и радует глаз это бастер энд панч бастер энд панч лондон англия великобритания great britain это ну вообще как бы это круто и бастер энд панч он как раз ну вот на мой взгляд он такой он выбирает себя все то лучшее и особенно чем англия славится почему потому что бастер энд панч это бренд дизайнерских электроустановочных изделий но и не только он дерзкий он харизматичный он бросает вызов это не какой-то это не какие-то выключатели которые спрячутся на стене и будут тихо спокойно выполнять свою функцию незаметно но включили свет и слава богу мой сли мой можно заменить его датчиком движения например и ничего не изменится но только это не про бастер энд панч если вы вешаете бастер энд панч на стену то вы знаете что он будет приковывать к себе взгляды и ваши гости в первую очередь увидят его и когда вы будете заходить вашу квартиру или дом или гостиничный номер в первую очередь вы увидите эти крутые необычные выключатели итак давайте поговорим о нем поподробнее еще пару слов в целом перед тем как я начну вот такой он пакинг и который сразу будет показывать насколько фабрика этот английский бренд тщательно и деликатно и изящно подходит каждому аспекту вот этих вот дизайнерских товаров бастер энд панч как я упомянул сначала это не только выключатели и розетки это такой целый мир таких вот дизайнерских интерьерных и не только аксессуаров и штучек например бастер энд панч у него есть я думаю что надо уже сразу приступать к компактингу и я попрошу нашего дружелюбного человека оператора александра помочь нам в этом итак посмотрим как бы буду сейчас рассказывать про выключатели но начну конечно не не с выключателей а так сказать поцелуев плечо и так открываем коробочку во первых посмотрите на упаковку вообще каждая упаковка она сама по себе является произведением искусства это жесткий картон это с кайфовый шрифт бренд бастер энд панч лондон то есть уже ну не знаю если бы я вот увидел такую коробочку кто-то примета я подумал что там какое-то кольцо или перстень так оно и есть это кольцо но для свечи подставка для свечи посмотрите что в бастер энд панч как бы в такой важное это то что выполнено на в целиком куске металла выполнена вот такая лазерная гравировка повторить ее очень очень трудно а может быть и невозможно потому что ну я у ни у кого другого не видел вот и бастер энд панч на всю катушку используют вот эти свои преимущества это в гравировке в дизайне в изготовлении упаковки и в ассортименте что может бастер энд панч предметы интерьера вот эти вот подсвечники держатели для держатели для стаканов подстаканники опять же тоже это латунь либо не знаю это сталь но это не алюминий это стали это очень тяжелая гравировочка фирменно бастер энд панч лондон это может быть до подставочки подставочки под украшения различные какие-то мисочки небольшой ассортимент не прямо какой-то огромный но каждая каждый элемент выполнен с любовью и он несет себе вот этот вот дух и как бы вызов всем остальным предметам интерьера до каким-то другим производителям вызов рынку кроме этого есть бижутерия ма всякие аксессуары подвесочки там за под подвесочки эти браслетики боясь бастер пач светильники неимоверной красоты кстати вот аксессуары для собак поводки ошейники но это тоже они заслуживают свое внимание пока к сожалению я такой ошейник или поводок вам показать не могу но когда до к нам приедет как прискачет какая-то лондонская гончая с таким мошенником я обязательно сделаю про него обзор но на фотографиях они выглядят очень и очень внушительно впечатляюще и красиво и также бастер напасть делает мотоциклы я лично люблю мотоцикла сами поклонник харли дэвидсона но бастер and punch делает крутые рейсеры прикольные тоже со своими фишками со своими там нюансами но к сожалению в россии пока и не продаются но мы ограничены нашим ассортиментом нашей стратегии развития товаров электрических для интерьера который сочетает себе дизайнерскую составляющую и какие-то технологии какую-то уникальность и так начинаем распаковывать выключатели убираем а не будем убирать ставим и так чем хороши выключатели так начнем надо начинать самого-самых таких самых-самых-самых самых интересных цветов не очень много но есть комбинации то есть мы можем всегда скомбинировать сталь с латунью латунь там с белым цветом есть у нас там черный и пока тут gun металл такой удобный кто-то где-то с броширом где-то нет сам выключатель состоит из нескольких элементов у него есть вот такая вот плата основная из довольно только толстого металла и обратите внимание сзади есть вот такая вот аккуратная мягкая на ощупь подложка которая будет плотно примыкать к стене очень плотно и не будет портить ваши шикарные обои или штукатурку или покраску бастер об этом позаботился этого на это вызывает уважение и восхищение далее есть у нас вот такие вот рычажочки или тумблеры которые щелкают и которые тоже могут быть выполнены в разных цветах здесь у нас латунь посмотрите у них есть насечки вот эти вот красивые а также есть на лицевой панели винты декоративные сейчас весь мир идет к тому чтобы с лицевой панели все убирать чтобы были полностью вот она вот гладкая плоская аккуратная панель чтобы никаких выступов не было но бастер энд панч как уверенный в себе лондонский забияка он идет вперед нагло и говорит а я не буду прятать винты я наоборот покажу их на показ пускай все смотрят потому что они у меня будут крутые и посмотрите винты вот эти винты они гармонично сочетаются с тумблерами потому что сделаны из того же материала это в том же цвете и так с чего начинается как бы не то что уважение а вот у меня вот когда я первый впервые понял что бастер на пач это что-то особенное никогда не видел я вот этого посмотрите достаем вот такую вот из коробочки пакетик и в этом пакетике у нас лежит какая-то маленькая маленькая маленький колпачок лежит у нас и это не просто колпачок это специальный ключик с помощью которого мы можем открутить вот эти вот декоративные винтики или закрутить сейчас я откручу их от обычного почти обычного основного винта но посмотрите ну но это ли не чудо то есть мы берем отверткой когда мы установили этот выключатель отверткой закрутили и для того чтобы нам придать ему законченный вид мы этот эту шляпку у стандартного шурупчика закручиваем и не пользуемся отверткой а пользуемся специальным мягким пластиком который не поцарапает вот эту вот латунную отделку которая не поцарапает выключатель которая позволит сохранить нам все в том виде в котором это все вышло из фабрики но кто так делает ну практически никто это круто это очень круто это стильно это это показывает что такое клиента ориентированность вот это и есть клиента ориентированность вот единственное меня конечно смущает что вот этот вот вот этот колпачок и как он был в в пакетике он так может пакетики остаться если тот то монтирует электрик например да или там человек который называет себя там электриком он может просто вы не заметите той же отвертка которую подтягивает право в этом в щите он будет подтягивать эти винты так делать нельзя если кто-то это увидит нужно узнать сами что нужно делать вот как делал на герой колина фаррелла фильме джентльмен пересмотрите заодно и так значит вот эти вот винты то есть первая предусмотрительность это у нас в каждой коробочке идет вот такой копеечный пластиковый колпачок который позволяет и декоративные винты зажимать вот очень хорошо дальше выключатели все выключатели у бастер-н-патч они идут как переключатель а то есть вы можете взять вызыва они универсальные то есть вам не нужно за париваться вам не нужно задумываться где выключатель и переключатель все не переключатели хотите организовать схему включения с двух мест ну вот берете вот два выключателя и все они будут работать если провода кэш надо заложить итак следующий следующий момент это англичане это значит что в обычные монтажные коробки они не встанут обязательно нужно свои английские монтажные коробки вот они квадратные вот они для гипрока для полых стен и вот для бетона для сплошных стен вот они такие вот это вот размер для выключателей которые могут на быть который на один тумблер на 2 тумблера и на 3 ну на 3 вы увидите в этом в перебив очках у нас да да и на 3 тройной выключатель сейчас показывать не буду он у вас вот сейчас вот тут вот появится вот на 3 рычажка а если мы хотим чтобы у нас была такая батарея повнушительней побольше на 4 например вот он у нас вот такой то здесь нам уже понадобится монтажная коробка монтажная коробочка вытянутая прямоугольная вот так все очень аккуратно встает и очень хорошо держится дальше про цвета поговорили про внешний вид тоже поговорили то есть бывают на один рычажок на два на три и на четыре давайте посмотрим еще один выключатель который белого цвета мне нравится сочетание мне вот удивительно нравится сочетание даже пусть будет дело с белым например очень стильно смотрится белый с латунью но это вообще просто классика ну вот посмотрите об сама коробочка как она выполнена а но такой учатель можно даже подарить а почему его можно подарить почему это вообще неплохой подарок даже если чек не собирается делать ремонт а потому что он во-первых красиво выглядит а во-вторых как он щелкает щелчок у него просто божественно великолепный он мягкий он тихий он четкий он изящный он мелодичный он восхитительный притягательный и все это одновременно как это удалось неизвестно в нашем шоуруме огромное количество выключателей очень много разнообразных и пока бастер энд панч по звуку щелчка по плавности хода по легкости нажатия и вернее по 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 вот этому балансу по вот этой гармонии усилия для переключения туглера он вообще лидирует с большим отрывом есть конечно молодые бренды интересные которые к нему приближаются но бастер по щаса молодой интересные поэтому поэтому борьба за лидерство с ним будет очень и очень непростой а пока он по вот этому вот движение он конечно в лидерах на стене прекрасно смотрится в гостиной спальне он может он он даже неплохо смотрится в сочетании с другой электрикой у обязательно будет ролик с нашего объекта где вы увидите как бастер энд панч сочетается с немецкими производителями обычные выключатели розетки а вот диммеры были установлены бастер на патч которые подчеркивают их принадлежность как бы к другой кости кости повелителей света властелинов света которые изменяют яркость уменьшают либо увеличивают и смотрится это неплохо это же выключатель но как выглядит диммер давайте посмотрим вот он вот это диммер это диммер о конечно классические рассчитан на управление нагрузкой по способу отсечки фазы и здесь тоже у нас идут латунные винты и латунная и а вот это вот латунный что же это латунная латунный цилиндр когда я в первый раз увидел бастер энд панч меня привлекли прежде всего вот эти диммеры потому что это чем-то вот напоминать то ли усилитель ту рукоятку какого-то high-end системы или какой-то механизм ну он реально необычный он большой то есть посмотрите тут мы видим такой аккуратненький да видно что это красивый крутой что он как бы с претензии амбициозный выключатель а вот тут мы вообще видим видим настоящего наполеона который просто вот он вот вот все что есть вот наружу вот смотрите вот он я трогайте как он работает нажимаем это включение нажимаем выключение и с помощью поворота рукоятки мы увеличиваем яркость либо уменьшаем это диммеры такие они могут быть опять же на вот на вот это вот на одну группу на две группы на 3 и на 4 то есть в одной рамке вот то есть на одной такой плате без всякий перемычек мы можем разместить до 4 диммеров до 4 выключателей больше нет если нам нужно сделать что-то больше то необходимо просто их рядышком совмещать не рядом вот так вот типа имитируя вот эти все там четырехпостовые трехпостовые рамки которые ну честно говоря уже на зубах навязали уже дизайн уходит вперед и все тенденцию там ушли вперед ну наверное они уже так ушли вперед что еще пройдет время они наверно снова потом вернуться назад открытие вот боя намного постовым но бастером пач вообще английские бренды они предлагают размещение на пер нужно выключать или диммер вот будет выключатель но первого так я возьму что было одного цвета а то в комментариях могут появиться а зачем вы размещаете на стене выключатель один белый а другой черный да ну вот но я конечно замечаю просто показываю и так вот тут будет выключатель эту диммер и сразу понятно вот это мы выключаем свет да мы какие-то световые сценарии можем посадить на эти клавиши а вот это мы его регулируем яркость круто круто удобно удобно и это видно и это даже лучше чем просто есть клавиши одинаковые мы должны все время тыкать и попадать а где это и что ну а какая из них за что отвечать здесь же мы не стеснены не пространством мы не стесняемся чем мы не прячем мы наоборот показываю во всей красе вот этот диммер а вот это выключатель или вот так вот выключатель и тут тут может быть диммер или два диммера ну это круто видел живую используем на объектах это очень интересно и выглядит очень стильно очень хорошо мне нравится дальше есть такую бастер н панч понятие даме диммер даме диммер что это такое это вроде как бы тоже диммер только диммер у которого внутри нет вот этого механизма диммирования там внутри у него стоит просто механизм выключателя переключателя по нужно для того что для того чтобы мы могли создать интерьер и использовать там выключил вместо выключать нам не нужно перед диммер мы хотим просто выключатели но вот эта форма нам нравится и мы используем вот такую форму и будет все 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 выключателях единственно они щелкают не вверх-вниз это будет просто вот такие нажимные вот кнопки не путайте со звонковой кнопкой это именно выключение выключение включение выключение включение также они есть и перекрестные для организации схемы включения с двух и более мест трех мест и просто обычный переключатель классический ну а они универсальные так что еще можно сделать часто задают вопрос а мы хотим управлять светом с нескольких мест не просто управлять и менять яркость светильников с помощью с помощью вот таких у диммеров baston patch можно это реализовать но с небольшим таким вот ограничением с небольшим нюансом как говорится какой нюанс что в можно использовать вот этот вот вот этот вот диммер вместе с переключателем в одной связке в одной схеме потому что когда мы нажимаем на диммер то у нас не просто размыкается контакт он просто перекидывается потому называется переключатель то есть в этом диммере уже совмещены и переключатель и сам диммер вот тут просто вот как видите есть тут как раз у две фазы выходят обратите внимание обратите внимание чем же не показать а вот у меня такой специальный палец вот он вот они и он перекидывает фазы и получается что мы можем поставить рядышком к сожалению 2 диммер не поставить но мы можем поставить выключатель и еще один выключатель и тогда получится что есть нас главный мастер диммер который уменьшает яркости увеличивает яркость а вот выключить эту группу света мы можем с любого места но одного из трех это изящное решение это хорошее решение и она имеет место быть вообще же мы же все мы же в редко к при включении каждый раз его совершаем вот такую регулировку мы обычно выставили там днем до такой яркий режим и у нас он есть мы его выключили либо включили а вечером и выставили вечернюю яркость и также либо выключили его либо там включили там с одного места с другого так что такая схема она принципе нормально ничего не страшного нет к того же как мы знаем человек может привыкнуть чему угодно особенно когда вот это что угодно является бастер и не что угодно а вот таким красивым крутым здесь по-настоящему дизайнерским выключателем так что есть еще у нас есть у нас розетки розеточные блоки у нас довольно простые несмотря на то что посмотри как усвоить с коробки а ту-ду-ту-ту-ту вообще круто электрисити бастер энд патч в общем к маркетингу ребята подошли очень классно маленькое отступление зайдите обязательно в инстаграм наберите бастер энд патч на youtube они делают офигенные ролики такой то ли steam панк но тоже амбициозные крутые ну реально вообще классный я тоже хотел бы как-нибудь повторить сделать какой-нибудь графоманский такой вот залет но но уж больно больно красив оригинал уж больно они хорошо это все делают посмотрите обязательно так вот я распаковал распаковываю и вынимаю эту розеточку значит максимальная ну ну что ну что ж такое и ключик есть его за для за и завертка вот это есть но все ну как ну так вот потому что нельзя быть красивым таким в общем ваша кросса круто круто значит розетки розетки они могут быть опять же только либо вот либо на либо на а вот на один поступ в одну коробочку заходили либо для коробок прямоугольной форме мы можем либо одну розетку разместить для этого нам такая коробка нужна либо две рядышка есть у бастер энд патч практически весь спектр необходимых устройств это и usb зарядки это usb и usb зарядки это одномодульные вот такие маленькие розеточки для вилок без заземления есть телефонные и телевизионные разъемы компьютерные в общем-то ну такой ведь джентльменский набор какими-то серьезными устройствами там каким-то беспроводными или там замороченными и теплыми полами бастер на патч себя не утверждает потому что он создан для того чтобы им пользоваться вот выключатели розетки а вот это все остальное не тот могут хорошо делаем вот этот вот эту часть и мы на нее вот мы на нее и делаем ставку да вот так они думают наверное мы плотность сотрудничаем мы общаемся и мы конечно же наши пожелания в англию отправляем и я уверен скоро появится и значит рамочки в которой можно будет монтировать выключать терморегулятор для теплого пола который в россии в россии ни одна квартира без теплого пола не обходится вот и есть еще один такой нюанс особенность но я надеюсь что она скоро пропадет это то что у бастера у выключателя нет вот таких вот тумблеров звонкового типа то есть у нас он только включает а вот например нажать и чтобы он потом отжался назад такого нет к сожалению увы поэтому эти выключатели это такой современный прогрессивный высокотехнологичный олдскул до смешение смешение несмешаемого это удивительно и просто если знать как значит как как готовить его да как его использовать тогда будет приносить радость не нужно ожидать что о современный выключатель современный бренд новый амбициозный он должен иметь все а где у него там к самбе а где у него к нx а где у него а где у него а где у него что а где у него что-то что-то что мы еще не знаю нет у него просто есть крутой внешний вид притягивающий идеальная отделка идеальное качество ограниченные формы но каждый из этих форм она сама по себе восхищает и она притягивает это точно и я буду говорить об этом говорить говорите повторять потому что даже само слово притягивает когда мы говорим об Housing patch оно еще как бы усиливается и притягивает еще сильнее отпускать его не хочется хочется щелкать 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 щелка щелкать и так то есть розетки у нас есть розетки есть нужно просто уметь грамотно их распределять в пространстве интерьера для того чтобы было хорошо что еще посмотрим давайте посмотрим черные на черном черные на черном розеточка просто хочется приехать на объект с с этим с пакетом с коробкой выключателей и каждый выключатель хочется взять вот так вот из коробочки вынимать и просто вот из рук руки презентовать потому что он как будто это ювелирное украшение какой-то посмотрите черная на черном ну вот отделка накладки вот этот рамки она идеальная прекрасная сама розеточка я так понимаю что она довольно утилитарно ее из ее и создают инженеры и дизайнеры бастера для того чтобы ей пользоваться и не задумываться поцарапаю там будет ли потертости или нет она уже вот есть такая вот и есть надо будет просто лицевой к эту крышку можно выкинуть заменить и поставить новое но в розетке нужны для того что туда втыкать вилочку посмотреть класс как болтики винтики все вообще отлично сделано обязательно необходимо к розеткам подводить и к выключателям заземление для того чтобы заземлить потому что все таки здесь мы подключаем 220 вольт и нам необходимо заземление если вдруг что-то пойдет не так если друг какой-то на на мид проникнуть вашу квартиру в распаечную коробку и сделает замыкание то конечно вот это касание чудесный это чудесный щелчок он не сможет преодолеть ту боль которую вызовет поражение электрическим током но такого конечно не произойдет и так розетка что у нас есть еще есть еще чудесный крутой выключатель который необычный то есть он сделан по классической схеме он классический тут и так ну ка придется мне раздеть свою правую руку так о классический в нем уже нет тумблера и вот там идет клавиша рокерного типа она уже обычная теперь я вот так одену она уже обычная но обычная почему именно по своему функционалу но внешний вид посмотрите латунь с латунными винтами небольшая прямоугольная почти квадратная кнопка клавиша уже тут усилие такое это нужно это для того чтобы вы не знаю чтобы не каждый маленький ребенок смог нажать то есть когда начинаешь нажимать у тебя да есть время подумать а стоит ли мне нажимать то есть это может быть мастер-выключатель у него есть контрольная диодная подсветочка для того чтобы для того чтобы контролировать не он там включен или нет то есть реально это может быть мастер-выключатель главное выключать который либо все отключать либо которые все включать неплохо неплохо очень здорово как он блестит блины щелкает он тоже хорошо ах эта музыка да прямо хочется спеть музыка на связала и а а и а а а а и а и диммер распакуем вот распаковали распаковали там у нас внутри диммер вот он но без винтов то есть как бы такой заготовочка а где же винты а где же вот эта бабушка а вот она она в этой маленькой коробке миниатюрной посмотрите опа но кто скажет что это ой кто скажет что это принадлежность для выключателя с первого раза но кто это может сказать я вообще не по что это запонки это какие-то это какие-то часы это какой-то аксессуар какой-то модный я такой-то амулет что это такое непонятно нет это просто декоративные болтики декоративная юбочка который будет вот сюда вот одеваться давайте посмотрим вот она видите вот он декоративная юбочка вот этой декоративная юбочка и сама вот это вот бабушечка это вот она здесь лежит бабушечка круто очень здорово вот так то есть есть конечно стандартные выключатели уже скомпонованные но и и диммеры а есть нестандартный когда мы хотим на первые нам нужны еще винтики другого цвета то есть нестандартная комбинация еще какая-то нам нужна вот вот это вот рукояточка она тоже должна быть другого цвета и это все можно скомпоновать на англичане берут за это чуть чуть больше денег но за эксклюзив за индивидуальность ну конечно же приятно заплатить чуть чуть больше это известно все что еще давайте посмотрим еще на один на два элемента это чудесные подсвечники но уже выполнены из латуни тяжелые вообще реально тяжелый это же украшение это реально круто но это же вообще класс вообще просто ох 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 бастер энд патч я думаю что это просто будет взрыв это уже взрыв те наши а он появился недавно но как недавно то есть он в россии мы относительно в этом году начали заниматься мы долго обсуждали разговаривали и все мы утрясли все моменты все нюансы и сейчас просто и в петербург и в москву и в екатеринбург и и вообще по всей стране мы бастер энд патч отправляем считаем и составляем спецификации да кстати для того чтобы сделать заказ на бастер энд пач не нужно вот делать заказ там один учат или еще что-то надо просто прислать дизайн-проект и мы уже посчитаем и скомпонуем так чтобы чтобы как бы чтобы получить максимум функционала при минимуме каких-то затрат при минимуме ресурсов как финансовых так и затрат на на вот эти все подсчеты на компоновку на консультации электриков все это мы берем на себя абсолютно бесплатно и с большим удовольствием и так что здесь еще есть интересного вот эта вот штучка это замок удивительно тоже кто бы подумал что это замок нет да вернее я понимаю вот это замок вот это да замок ну замок можно руками трогать и вообще я хочу уже пощупать этот чудесный чудесный металл вот эту лату и так раздеваю руки вот смотрите есть замок вот он замочек что какая гравировочка би плюс пи но это не тот замок это просто замок это я замочек который всем известен а есть еще вот такая вот интересная палочка такой вот стик у него опять же есть насечки и есть еще вот такие две пластины довольно толстые с местами под винты с обратной стороны что это может быть это замок например для техники как мы собираемся его использовать если у нас есть дверцы да вот распашные которую так вот раскрываются а за этими дверцами например домашний кинотеатр стоит усилитель там стоит приставка или какой-то ресивер и мы не хотим чтобы в этот ресивер кто-то залезал но опять же мы не хотим портить наши фасады мебельные фасады какими-то замками и ключами скважинами там не хотим не хотим скотчем заматывать не хотим мы хотим как-то чтобы это красиво чтобы это было но замок ну видно что это декоративно просто видно что нельзя туда так вот вот это элемент он как раз для этого на распашные двери мы крепим вот эти вот пластины в отверстие мы просовываю вот эту вот палочку и сюда вешаем замочек цепочка же она должна крепиться и но она крепится к вот этому отверстие сейчас я сейчас я вот так вот поменяю вот здесь есть отверстие для крепления цепочки я пока не закрепил а сюда мы крепим замочек вот так вот и все и дверцы уже вот так мы открыть не можем но только сняв замок и вынув вот эту металлическую палочку мы можем взять вот за эти взять вот за эти вот держатели и раскрыть двери изящное решение классное решение необычное я такого нигде не видел очень 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 здоровское пока вот сейчас рассказывал показывал упражнялся с воображаемой дверью вспомнил что я не отметил самого главного это ручки ручки дверные ручки такие ограничители стопоры все возможные ручки для кухонь для мебели для межкомнатных дверей которые также выполнены в идеальном стиле выполнены из там цельного куска металла латунь или ну с разным покрытием с насечками и все это тоже в тех же самых цветах что и выключатели то есть у вас появляется целый связующий элемент целый вот такая вот дизайнерская нить которая будет опутывать и розетки и выключатели ну что не новое и ручки вам не нужно подбирать так а вот тут вот к из чем бы эта ручка играла там с обоями с мебелью со светильниками еще нет она будет играть и перекликаться с выключателями это здорово это красиво это необычно и вот ни одного производителя электроустановочных изделий дизайнерских я не видел кто делал бы ручки дверные а это может таки фитинги а это очень круто и мне кажется это лежит на поверхности почему бастерн пач так делает потому что он не идет воевать не конкурировать на поле электроники там с тем же вивером ну это и бессмысленно он идет туда где еще не ступала нога других брендов он идет вот такого симбиоз предметы интерьера предмет интерьера подсвечник и предмет интерьера выключатель предмет интерьера розетка и предмет интерьера замочек и светильник в общем бастерн панч это как раз тот бренд который может вам предоставить все многообразие здорово да классно и мне нравится хочется рассказывать рассказывать рассказать бывает сядем вот ну как бы сидим на работе и вот начинаем просто ну просто щелкать вот так вот и но это реально как музыка это здорово конечно смешно но ну как мы любим свою работу и мы любим выключатели ас а когда они крутые то мы любим их еще больше надеюсь вам понравился бастерн пач приходите обязательно к нам заходите на сайт у нас сделано описание описание этого бренда приходите к нам в шоу-рум пощелкать и потрогайте вживую если не доверяете моим эмоциям которые я постарался сквозь экран сквозь камеру вам передать вот если вам это все понравилось а вам надеюсь это все понравится заказывайте используйте своих проектах даже один даже там буквально несколько даже там комнату какую-то даже какой-то элемент это будет здорово и вы не останетесь не удовлетворенными а не вы не останетесь разочарованными потому что это британское очарование которое всегда будет с нами и с вами во веки веков счастливо с вами был павел николаев и я рад вас приветствовать снова и снова с вами был павел николаев и я рад был вам показать и познакомить с фабрикой бастерн пач счастливо до новых встреч у меня на носу в сике потому что я клад мяу нет он просто этот кроме все уже да все чисто так вот я забыл что хотел сказать обоидаст выключатели работе кито что их можно а печально тогда эмпирическим путем не получится сейчас следует мне довериться я верю ответственность на себя да просто подальше сходите на отвертку вот это было бы легче должна где-то прямо сейчас а ты можешь но он него сняла вот еще вопрос а каким образом бастерн пач делать эти вот насечки потому что все кто видит все горит о фигасе вот это вот насечка ну что она реально в некая уникальность есть да это накатка называется и у них это запатентованная форма накатки и у них охренительный протяжный станок с такими валами бастерн пач вот это фото заталовано это их фирмы я не понимаю так как не уверен насчет патента но это фирменная штука отличительная их черта не знаю наверняка насчет патента но должно быть это очень круто и очень достаточно сложная штука когда это делают вручную на токарных станках есть накатчики специальный такой вал и у него колесо с определенным рисунком и сталь колеса тверже чем соответственно материал из которого это делается и он вручную накатывать ставит прижимать к заготовке накруется на таком станке он это прижимать заготовки и проводит по всей заготовки получается накатка определенной формы есть просто кругленькие такие насечки как на старых и на китайских аудио и да у них это когда супер современная автоматическая штуковина поэтому вручную никогда ты не сделаешь такие насечки. И вот они, подсвечники, ручки, везде. И все они одинаковые. Да, одинаковые. Скорее всего, да, запотетованы. Поэтому это очень круто. В этом и притягательность его. Англичане тоже люди. Поэтому, а тем более, если они отправляют это в Россию и, скорее всего, очень много куда в мире они это отправляют, то объемы работы у них действительно большие. Вот, вот так вот. Ну что, ну вот, короче, обсудили бастер и патч. Ну, кайфовый лек. Отлично.